всем доброй ночи и так дорогие друзья я хочу начать цикл рассказывающий о религиях разных народов нации и пожалуй начну наверное с смене изученным но не менее важным аспектом религия ведения это национальные религии то есть религии которые исповедуют определенные нации например у евреев если человек не иудей то есть он не исповедует иудейскую религию значит он не полноценный еврей считается что он как бы по крови евреи ну а так для еврейского народа он в принципе потерян потому что самое главное что объединяет евреев это иудаизм и индусы точно так же если человек как бы индийского происхождения но не исповедует религию индуизм то он как бы по крови индус но не более того дальше он уже скажем так не особо может себя причислить к этой нации это национальные религии религии которые исповедуются представителями одной нации эти религии они собственно говоря в основном и держат и является стержнем этой нации то есть благодаря этим религиям нация существует и есть и сохраняет свою самобытность я хочу поговорить с вами о таком понятии как церакрон церакрон это так дословно если сказать религия рода церакрон религия вообще-то эта идеология была разработана считается в 1930 году гарегином нэждэя яйком асатрианом в основном инициатором был гарегин нэждэя но я хочу сказать что церакрон был намного раньше до нэждэя и эта религия называлась поклонение армянским богам однако гарегин нэждэя предлагает это значит в 1930 году уже открыто об этом говорит о том что армяне нуждаются в своей национальной религии и это совершенно не ущемляет скажем так права других наций и это совершенно не не несет какой-то антисемизм абсолютно но он считает что даже евреи будучи инициаторами да и создателями религий как таковой христианство и ислама потому что христианство и ислам они опираются они созданы на основе иудаизма даже евреи отказались от христианства то есть они не приняли новую религию они оставились при своем мнении они до сих пор исповедуют свою национальную религию и основой этой религии в основном является тора даже не ветхий завет а уже тора потому что какой-то момент евреи отказались от ветхого завета и просто все это перенесли в тору тора это книга законов книга законов по которым должен жить каждый иудей не просто еврей каждый иудей там четкое описание семейной жизни права обязанности супругов права обязанности власть имущих права обязанности граждан страны и так далее тора по сути в какой-то мере то есть перемешанные законы с ветхого завета и лично обращенные к своей нации грубо говоря рецепт выживания этой нации вот иногда говорят вот евреи заполонили все все захватили везде они там то ведущие то актеры то режиссеры то все вот они везде они везде они мне вопрос к таким людям а кто вам мешает вам быть такими ну лезьте вы туда в кинематограф в науку в тех технику там в литературу вы вы создаете тогда кто то вам мешает и и не дает вам права или силы самим это создать если вы это не делаете как говорят свято место пусто не бывает если вы не способны это делать то делают те которые способны и стремятся и хотят вот что говорит об этом то есть еврейская нация определенные посылы отправляет своей нации как выжить каким образом жить как быть впереди пускай там даже сказано как захватить весь мир своим интеллектом еще раз говорю если ты умнее сильнее тебя никто не захватит так вот я помню как таравин выступал и говорил ислам и христианство это наши филиалы там внизу читалось конечно очень много дерьма но я хочу вам сказать что человек сказал правду и самое главное честно сказал создали две религии одна религия говорит о том что нужно уничтожать неверных вторая религия говорит о чем прощай своих врагов молись за угнетающих тебя терпи и будет тебе все хорошо и рай на земле то есть они создали две религии для того чтобы эти религии грызлись между собой и тем самым они себя усиливают кто-то может не соглашаться со мной кто-то нет но это так и есть две идеологии нападающие и смиряющиеся с этим нападением вот и все и поэтому и поэтому господин раввин совершенно недалеко ушел от истины но что касаемо религии церакрон церакрон вообще не против какой-либо религии какой-либо веры абсолютно не антисемитский как пытались представить определенные люди церакрон просто говорит о том что армяне должны быть объединены вокруг одной идеи потому что нэждэ считал что армяне стали слабее стали уступать свои позиции когда приняли чужеродного бога и отвернулись от своих традиций обычаи они посчитали их суевериями они отошли от своих корней и тем самым были подвержены тому чему были подвержены то есть религия которая нас призвала к смирению полностью почти чуть ли не уничтожила скажем нашу нашу страну да мы последние скажем так последние 1915 году вообще почти окончательно уже стали на на пути к уничтожению собственно говоря и этот момент в истории армян вообще у армян у армянского народа называется агет что означает катастрофа это была наша катастрофа когда мы потеряли и западную армению мы потеряли джавах мы потеряли нахичеван мы потеряли и карабах правда карабах потом вернули и там еще многие регионы которые потеряны да которые собственно ждут хорошего повода но дорогие друзья почему он считает что чужеродная религия нас практически сделала очень слабыми и уступчивыми потому что по его мнению эта религия была внедрена не просто так эта религия расшатала устои армянства потому что армяне были непоколебимы они были свободолюбивые люди если взять языческий период армении языческое правление царей армении и взять периоды правления христианских царей армении то в династии христианских царей армении очень много было людей скажем так ну извращенные знаете понятия жизни то есть либо чрезмерно преступные либо чрезмерно фанатично верующие и это мешало им вести разумную политику например киликейский великий князь а после и царь когда уже величали киликейские князя это киликия который сейчас почему-то называется ликия может чтобы скрыть все армянские следы ликии хитум так вот извиняюсь брат хитума млех который пришел после него царствовать так вот князь млех был близким другом салахадина салахадин по происхождению армянин армянин живущий среди курдов и в итоге он пишет сам своей биографии что его семья армянская но поскольку они жили среди курдов со временем приняли ислам он армянского происхождения вот парадокс в том что все кто армянского происхождения могли жестоко бесчеловечно обращались к армянам чем кто-либо еще ну да ладно мать султана гамида тоже была армянка гуархатун но вот кровавые расправа над армянами именно производилась султаном гамидом видимо у них внутренний какой-то комплекс был из-за того что они были наполовину армяне да или какая-то армянская кровь текла в них и они пытались всеми силами доказать обратное что они к этой нации ничего общего не имеют может быть но я хочу вам сказать что войска салахадина выступали рядом с войсками киликейского царя млеха против крестоносцев млех говорил всегда добрый сосед лучше твоего единомысленника брата и он так называл европейцев он говорил что европейцам доверять нельзя и он говорил когда нибудь ждите от них страшной катастрофы для нашего народа не нужно им верить и доверять только потому что они носят кресты и он был прав и вот первый раз в истории вообще которая существует исламское войско салахадина воевала за христиан армян хотя киликейское царство было католическое стоит отметить ради справедливости человек был совершенно не религиозный это имеется в виду млех да абсолютно был четкий политик который знал свое дело и шел к этому и практически в его правлении киликия была одна из сильных мощных держав что сделали наши святые отцы они его объявили антихристом со временем отравили потому что как же так он смеет вообще с мусульманином дружить ввести дружбу он говорил что он политик он правитель он прежде всего должен думать об интересах народа а после уже обращать внимание на церковь хочу вам сказать что наши цари очень часто бывали что не делили власть католикосами это патриархи часто травили их часто убивали их откровенно но не трогали церковное имущество по той простой причине что они понимали что вот это священно неприкосновенно не трогай имущество церкви и тебе будет спокойнее и все завоеватели которые шли на нашу землю первым делом давали очень большие полномочия очень большие значит скажем так большую свободу да и вообще не трогали имущество имущество кого церкви почему потому что церковь приводила народ в исполнение в подчинение да не сопротивляется цезарю и так далее в пятнадцатом веке во времена нападения османов на армян армению наш католикос если не ошибаюсь аван с знаете что он сделал он собрался поехал в стамбул попросить неприкосновенность церкви потому что его племянник саргон который был очень именитый богатый купец был близкий друг султана и он попросил неприкосновенность для церкви вернулся и спокойно жил дальше в то время как народ убивали угоняли в плен это его не волновало главное что он добился неприкосновенности церковного имущества так что дорогие друзья именно исходя из этих всех исторических фактов карегин нажды захотел создать нашу личную религию религию которая основана на традициях обычаях народа на верованиях на поклонение может быть богам если есть такое желание у человека нет такого желания то духом то силам да именно объединенные национальные идеи это бы собрало и закрепило армян потому что армяне между собой очень любят крыса к сожалению вот наша несплоченность она играет очень плохую роль веками мы не принимаем своих лучших понимаете мы любим своих лучших уничтожать жрать и по сути может где-то и неблагодарно относимся к тем людям которые для нас трудятся то есть если приходит тиран то его проклинают все время бунты все время протесты и когда этот тиран уходит и приходит человек мягкий понимающий народ значит народ начинает уже требования свои выдвигать чуть ли не считая себя вправе просто на один ряд становиться вот с этим человеком правящим да то есть он они его уже считают братом другом и прочее потом разочаровывается в том что вот их не допускают лично пойти что-то сказать ему лично поговорить и так далее начинается разочарование то есть порой бывает что мы сами не знаем чего хотим но наша история доказывает что жесткая рука наших царей именно языческих времен да они были очень полезны для народа и то есть народ уповал на их силу и справедливость тем самым но этому всему способствовал именно циракрон который у нас был и к сожалению у нас утерян но не до конца конечно потому что мы даже христианство построили на личных традициях обычаях сейчас хочу немножко познакомить вас с тем человеком который выдвинул собственно вот по новой да эту идею циракрона это карегин нэшде нэшде который так обливает по-моему и представляя его фашистом не знаю нацистом кем только его не представляет на самом деле это герой армянского народа который всю свою жизнь посвятил тому чтобы сражаться даже после смерти ему не было покоя коммунисты его не оставили в покое он сражался не против русских войск он сражался против коммунистов а туда входили и русские армяне кто-то там не был там кавказский фронт был и так далее он был против коммунизма он считал коммунизм злом который со временем просто сожрет и уничтожит нашу страну и был прав потому что коммунисты прекрасно спокойно отдавали земли всем подряд и к сожалению наши соотечественники которые были власти да они спокойно лицезрели за этим наблюдали даже не понимая к чему это приведет и вот когда советский союз развалился все эти мелкие большие республики захотели уйти захотели свободу и вот начались полканский конфликт карабахский конфликт абхазский конфликт и так далее это все заваренные каши коммунистами когда они отрывали у одной страны отдавали другой стране а потом уже эта страна не очень хотела это возвращать понимаете это уже бесконечные жертвы жертвы разоренные города люди и это очень страшно вообще трагедии простого народа она очень страшно кем бы этот человек не был какой бы нации не был когда человек строит дом растить детей он прикипает к этой земле и через некоторое время ему приходится уйти из-за политиков из-за того что политики между собой грызутся это омерзительно и никогда ни один адекватный нормальный достойный человек не будет радоваться трагедии простого человека но трагедии простого человека приводит бездарная политика на самом деле или чьи-то грязные игры которые им выгодны в отличие от простых людей им это выгодно потому что как говорят кому война кому мать родная да кто тут на этом зарабатывать миллиарды и так после его смерти его похоронили под таким каким-то там под таблицей то есть не не разрешили откровенно хоронить и показать где он есть кто он есть кстати есть фильм гарри гиннежды на русском языке советую посмотреть там играет его жену чурпан хаматова очень очень хорошо играет вот там его суть его настрой вот именно какой он был человек показано мы по сути вообще все национальные герои народов мира они именно вот такого типа я не знаю ни одного человека который прославился в боях или там был известен интеллектуально или чего-то добился там в любом поприще до который был мягкотелый бедный такой несчастный чрезмерно добрый они все были жесткие они все были волевые люди где-то несносные где-то может быть знаете такие не очень добрые но по-другому никак потому что без клыков тебя сожрут и съедят после смерти он был захоронен да через некоторое время попытались его тайком перевести его прах но так получилось что как бы об этом узнали коммунистические власти и прах пришлось у друзей прятать причем самое страшное что этот прах разделили на части спрятали в разных местах одну часть похоронили под горой хустуб вторую часть похоронили значит в кладбище в родовом кладбище вот так вот разделили его и похоронили захоронили для того чтобы избежать расстрела поскольку имя гарегина нжд было такое для некоторых людей ужасающе звучало что собственно говоря ну для власть имущих да это уже был мятеж по их мнению за это могли расстрелять мне очень омерзительно когда его сравнивают с степаном бандера очень омерзительно это делается вот знаете по заказу бездарных журналюк которые стараются всячески очернить и облить дерьмом любой народ который хочет жить как ему хочется вот если этот народ хочет свободно жить да не так как мы диктуем правила значит этот народ такой сякой и надо как можно больше помой вылить на этот народ чтобы наш народ вдруг не подумал что можно тоже жить по-человечески нет вот смотрите туда вот это очень плохо вот это нехорошо и так далее совершенно иные натуры не имеющие ничего общего с бандерой который убивал женщин и детей вел просто террор и прочее абсолютно никакого никакой идентичности извиняюсь гарегин нжд сражался со свою родину сражался в боях спасая тысячи жизней и бандера же всего-навсего был уличный хулиган который организовывал нападение то на евреев львова то на крестьян то еще на кого-то понимаете обкрадывая убивая детей женщины и хвастаясь тем что он на каждом дереве по 6-7 ребенков задушил и повесил поэтому вот вот это сравнение омерзительно когда люди нарочно специально хотят как-то знаете испоганить исковеркать имя человека для того что ну по заказу собственно говоря такой вот заказ получили теперь идеологии цеха крона идеологии цеха крона является поклонение роду то есть почитание своего рода почитание своих богов почитание своих традиций обычаи национально родовую такую несет информацию и он говорит что цеха крон на самом деле может объединить не только армян что цеха крон это объединяющая вообще вот ну линия да и это религия будущего как он предвидел и сказал что это религия будущего придет время когда христианство себя как бы изживет полностью и мы видим что европа себя изжила на самом деле и народы начнут возвращаться к истокам и единственная для них подпитка единственной силой дающей им желание и право жить дальше будет род будет их связь с предками и цеха крон он может объединить все нации то есть поклонение своему своей своим этническому вот если вдуматься на самом деле люди убивают друг друга за то что кто-то верит в бога таким образом тут верит бога иным образом кто-то молится вот так кто-то молится по-другому понимаете сунниты шииты католики православные которые друг друга проклинают ненавидят да индусы и пакистанцы которые одна нация только религии разделены курды язык и которые одна нация разделенной религии потому что язык остались верны древним традициям курды приняли ислам и их назвали курмани курды назвали язык и что означает предатели то есть по сути он говорит о том что если человек поклоняется роду если человек верит в своих богов это никому не мешает жить но почему-то когда человек верит вот таким образом того же верховного бога там она ты монотеическая религия то есть вера в одного бога нет там богов нет но вроде бы казалось бы вера в одного бога должны бы уже люди успокоиться и жить мирно и сосуществовать но почему у них это не получается по сути почему например языческое время никому не было разницы кому ты поклоняешься там богини анаит или молоху поклоняйся или кали поклоняйся было все равно всем потому что тогда была абсолютная знаете демократия в этом отношении не верьте никогда когда говорят что когда христианство пришло вот язычники восстали они были против не было такого языческое время все поклонялись какому-то богу купцы поклонялись кермесу скажем там кто-то поклонялся герри люди занимающиеся магии поклонялись гекате и так далее то есть у каждого был свой бог покровитель никто никому не мешал и когда пришло учение христианства вначале она воспринималась спокойно у них тоже свой бог яхве пусть поклоняются никому не мешает вот когда христианство объявило что она должна остаться единственной одной и другие религии должны исчезнуть потому что они неправильные вот тогда они начали сопротивляться тогда начались гонения понимаете до того времени пока эти люди просто поклонялись своему богу никому это не интересовало потому что в в этой как бы пестроте стольких божеств никто не зацикливался на том что есть еще какой-то бог которому поклоняются но когда эта религия начала требовать для себя особые усилия условия извиняюсь вот вот тогда начались эти конфликты собственно говоря так вот врагами первыми врагами церакрона называл нажды большевиков и считал что большевики это самая большая опасность любой религии в принципе они еще не разрушали храмы когда он это сказал церакрон исповедует полную готовность погибнуть ради существования своего рода на самом деле нет ничего здесь преступного если уж подумать да потому что ради спасения рода если люди готовы каждый день просто умереть то естественно они идут уже в бой знаете как с чувством того что им нечего терять и поэтому они ничего не теряют они приобретают со страхом идти в бой зная что ты гибнешь и тебя больше не будет и так далее это не даст победу но когда человек идет зная что он как бы уходит вечность он не умирает он увековечил себя он погибнет и после этого его будут помнить поколение то есть он становится бессмертным он знает ради чего гибнет вот смысл есть в его жертвенности тогда это уже по-другому смотрится и уже он по-другому воспринимает это понимаете пойдемте далее для церакрона должна быть святая идея независимой своей страны и свобода своей нации церакрон говорит что единственный способ достичь и независимости и усиление государства и нации это самопожертвование по-другому нереально и невозможно ни лозунгами не разговорами не чем-то другом по-другому невозможно добиться вот сильной нации сильного рода церакрон обязан создать семью с представителем или своего рода или того человека который тебе по сути близок то есть который точно так же мыслит как и ты потому что у гарегина нжд в принципе супруга тоже не было армянского происхождения хотя говорят что на половину армянка там много разных споров но вообще по сути нет но она разделяла его взгляды и поэтому считал что человек если хочет быть счастлив для своего абсолютного счастья он должен создать семью с тем человеком который разделяет полностью его взгляды значит церакрон должен то есть создает человека который не взирая на то воин он научный сотрудник он врач он но он служит общему делу для поднятия усиления рода церакрон это религия который подчиняется роду и любит род родину и связь предков более чем себя понимаете и верховная приказывающая сила церакрона это есть его род его предки его корни его национальные идеи и прочее прочее по сути это отличная религия объединяющие людей которые абсолютно не говорит о фашизме об антисемизме о чем-то еще просто говорит о том что человек должен всецело преданно свои своими силами своей жизнью служить своему роду своей родине и тому чтобы его рот и родина были сильны закрепились усилились и как бы увековечились в этом мире